В руках газовщика Константина Заровняева рабочие инструменты и мощный пылесос, чтобы убрать весь мусор, который он оставит после профилактического ремонта. А работы предстоит немало. Специалисты встречают родные ветераны Великой Отечественной войны с Динаидой Нестеровой. В ее доме предстоит проверить все оборудование и трубы, по которым в жилье поступает голубое топливо. В рамках технического обслуживания мы проверим все на утечке, проверим работоспособность автоматики безопасности, почистим котел, как горелку, так и сам котел. Проверим тягу, дымоход, венканал, ну и соответственно весь газопровод, фасад, уличный газопровод, цукольный вод и внутридомовую разводку. Комплексную диагностику, замену и установку оборудования ветерану Зинаиде Нестеровой делают бесплатно. Такую акцию в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проводит Мособлгаз. А благодарить химчанку есть за что. 97-летняя Зинаида Дмитриевна ушла добровольцем на фронт в свое совершеннолетие и дошла до Берлина. После войны долгие годы работала главным бухгалтером на фабрике в Клязьме Старбеева. Пенсионерка признается, приятно, что сегодня о ветеранах не забывают. Вот был плохой. Вот приехали вчера сделали. За один день быстро сделали. Ребята хорошие. Все поменяли, все сделали. У меня все есть. Пенсии есть, внучки со мной живут. Все у меня есть. Мне ничего не надо. Здоровья надо и больше ничего. Спокойной жизни. Узнать у ветерана, довольна ли химчанка качеством работ и самому убедиться, все ли сделано на отлично, приехал руководитель Мособлгаза. Мы дойдем до всех ветеранов, безусловно, в этот знаменательный год. Важна безопасность, прежде всего, к сожалению, многие относятся халатно к этому вопросу. Надо не забывать, что владелец газоиспользующего оборудования обязан обеспечить его работоспособное состояние. Получить бесплатное комплексное обслуживание и при необходимости замену газового оборудования в Подмосковье могут все ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, блокадники. С условиями акций жители смогут ознакомиться по телефону горячей линии или на сайте организации.